Европа Плюс. Великие Луки. Онлайн. Всем большой привет, это Великие Луки Онлайн, и у нас в гостях непревзойденный Сергей Лазарев. Это не первый ваш концерт в Великих Луках, и чем он будет отличаться от предыдущего в плане шоу? Всем здравствуйте. Ну, во-первых, хочется сказать о том, что концерт уже прошел, и прошел он замечательно. Как и в прошлый раз, как и в предыдущие мои приезды, мне безумно понравилось, и в этот раз мы привезли шоу The Best, шоу, с которым мы уже много гастролируем, уже второй год, и вот в рамках этого тура мы вновь приехали в Великие Луки. В некоторых ваших клипах прослеживается откровенный стёб. Кто же на самом деле является автором всех этих безумных идей? Автором всех безумных идей в своих клипах в основном это я автором являюсь. Так, конечно, у меня есть режиссеры, с которыми я сотрудничаю, с которыми я уже много-много лет работаю, и мы как-то так эти идеи вместе придумываем и потом реализовываем, в общем-то, уже видео, которые видят зрители. А участники Comedy Woman, Александр Гудков и остальные помогают вам в реализации этих идей? Ну, если конкретно про клип Lucky Stranger, то, конечно, и Мария Кравченко, и Александр Гудков, которые принимали участие в этом клипе, они, конечно, добавили свою изюминку, добавили свои определенные эмоции, идеи. Вот, но в целом всё равно вся придумка была моя и Константина Черепкова, режиссёра клипа. Помните ли вы программу «Танцуй» на Первом канале? Да, помню. Почему не запустили второй сезон? Это не ко мне, это к Первому каналу, я лишь ведущий. Самое интересное другое. Как при вашем графике удалось прийти на предкастинг в театр Аллы Духовой? Ну, удалось, нашёл несколько часов, об этом мы договаривались заранее, и если правильно устраивать график, можно всё успевать. А среди ваших последних новинок всё-таки является этот клип на песню «Так красиво». Как проходил кастинг влюблённых на это видео? Ну, я устроил сначала кастинг у себя на странице ВКонтакте, в сообществе, просил присылать видео, где пары объясняли бы, чем их любовь уникальна, и вообще рассказывали бы о себе. Но было огромное количество желающих, и я понимал, что многие не могут снять видео, им прислали фотографии, поэтому я решил сделать второй этап. Я пригласил просто желающих, у кого есть возможность приехать в Москву на кастинг, я их посмотрел, и мы отобрали пары, которые в итоге попали в клип, их порядка 20 пар, чуть больше. Вот, все это настоящие пары, влюблённые пары, которые с большим удовольствием рассказали о своей любви и поучаствовали в моём видео. То есть какого-то особого принципа не было в этом? Принцип в том, чтобы это было по-настоящему, и чтобы мы, естественно, отбирали очень яркие пары, у нас очень яркие пары, очень разные пары. Нам нужно было показать то, что, несмотря на то, что пары могут быть из разных участников, партнёров, могут быть из разных стран, разный цвет кожи. У нас есть и однополые пары, и, в общем, много же у нас есть пары, у которых очень маленький рост, есть пожилая пара. Ну, то есть очень-очень разные черты, тёмная кожа, светлая кожа. Вот, самое главное было показать, что любовь, настоящая искренняя любовь, она прекрасна и красива во всех проявлениях. Но это всё-таки обычные люди. Чего не скажешь о Тип Эйне, который является одним из самых крутых хитмейкеров, рэнби-певцов и вообще рэперов во всём мире. Как вообще происходила вот эта коллаборация, о чём вы общались? Ну, это было уже несколько лет назад, мы сделали этот совместный трек. Изначально трек был у меня, и мы послали через менеджеров, послали этот трек Тип Эйну с предложением сделать коллаборацию такую. И они ответили утвердительно. Тип Эйн сам написал текст на свою часть. Записал её в студию, а потом мы встретились на съёмках клипа, я полетел в Америку, и мы там снимали видео. Но судя по бэкстейджу, Тип Эйн-то был минут пять, по-моему, на съёмках, потом его забрали ребята. Нет, 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 он был, у нас съёмки длились два дня, один из дней был Тип Эйн. А кто? Да, просто изначально было обговорено, что в один день он был участник. С кем сотрудничество было круче, с Тип Эйном или с Димой Биланом? Ну, как можно сравнивать? Это абсолютно разные культуры, разные артисты и разные песни, поэтому нельзя сравнивать. С Димой вот сейчас у нас выйдет видео. С Димой мы всё-таки не только коллеги, но и хорошие знакомые. Можно так сказать, если в шоу-бизнесе можно дружить, то в последнее время мы даже подружились. Вот, и видео на песню «Прости меня», на наш дуэт, который, в общем-то, наделал много шума, он выйдет где-то через месяц, я думаю, мы представим уже. И кто же был инициатором вот этого дуэта? Вы или Дима, или кто-то другой? Нет, со стороны. Так случилось, что телеканал Муз-ТВ решил провести на премии своей такую штуку, что артисты пели бы дуэтом. У них такая произведилась идея, даже несмотря на то, что если у артистов нет этих дуэтов, они поют песни друг друга. И предложили нам с Димой соединиться в дуэте. Песни друг другу мы петь не захотели, то есть была такая вариация, но ничего бы, скажем так, интересного в этом не было. Ну, было у нас уже, мы перепевали песни друг друга несколько лет назад на другой церемонии, поэтому мы решили, что не будем, как все, а будем отличаться и будем искать песню. И буквально за месяц нашли песню. Песня «Прости меня» изначально планировалась для моего сольного альбома, для нового, который выйдет. Но, показав песню Диме, она ему понравилась, и я ее отдал нам на дуэт. Но, как бы ни говорили про Диму Билана, все-таки он не приехал на Open Air Europa Plus Live, а вы приезжаете туда каждый год. Да, да. Это некая дань радиостанции, или вы просто хотите получить кайф от многотысячной толпы в очередной раз? И то, и то, безусловно. Open Air Europa Plus всегда очень яркое событие, очень многочисленное по публике. Действительно, там порядка 300 тысяч было в этом году. И это уже традиция, да, я каждый год участвую. Особенно интересно было видеть на бэкстейдже, когда видно, что выложился человек и действительно хочет отдыхать, тем более после таких невероятных па, которые он выделывал на сцене Europa Plus. Вы про меня? Конечно. Ну, да я, в общем-то, считаю, что самая интересная часть, конечно, она на сцене, бэкстейдж, для подготовки, для восстановления. Но Europa Plus это все-таки что-то традиционное. А вот говоря о новинках осени, это, наверное, продукт Comedy Club Production от Comedy Woman Love Is. Каким образом это произошло и что сподвигло вас принять участие в этом проекте? Старая дружба с ребятами из Comedy Woman или шла не сниматься скетчих? Ну, нет, поступило предложение ТНТ поучаствовать в Love Is, это было в прошлом году, причем в самый загруженный мой, наверное, период после Евровидения. Тем не менее, мне показалось это интересным и действительно я с участниками Comedy Club и Comedy Woman дружу и я дал согласие. И мы отсняли 10 серий, которые будут показывать сейчас на канале ТНТ, идет с большим успехом это шоу юмористическое. Но ведь то, что мы видим на телеке, это ведь одна сторона вот этого вот глянца, а на самом деле это ведь какой-то муторный процесс, написание, потом съемки, несколько дней, которые длятся. Либо это было очень весело. Нет, но это всегда работа, это всегда работа, особенно когда это снимается в твои заслуженные выходные. Ты вместо того, чтобы поехать домой отдохнуть, едешь на съемки, ты понимаешь, что там завтра утром тебе вновь выезжать куда-то на гастроли. Но при этом ты должен шутить, должен драться, выполнять какие-то трюки. И порой это действительно было сложно физически. Но самый главный результат, результат хороший. И это, в общем-то, если это видно все, что это легко и здорово, то наша задача выполнена на 5+. Кстати, а вот что касается Евровидения, вы же видели всех участников Евровидения 2016, наверное, есть какой-то любимый номер? Из нашего года? Ну, было очень много ярких номеров, очень достойных номеров было много. Кто-то, наоборот, пытался только песни взять, кто-то эмоциями. Но фаворит кто? Фаворит я. Понятно. Это было понятно изначально. Вот, фаворит я. И по букмекерам было это. И слава богу, что зрители тоже это оценили, наш номер. Мне кажется, у нас был самый яркий и технически сложный номер. И песня хорошая. И, в общем-то, это зритель оценил. Ну, и, в общем-то, я говорю так не потому, что... Какой-то я нескромный. А потому что об этом говорили организаторы Евровидения, что один из самых сложных номеров за многие годы на Евровидении. Ну, а что по поводу клипа? Его было труднее снимать, чем выступать на сцене с этой же песней? Ну, клип родился до номера. И было сложно снимать, потому что весь клип снят практически одним дублем. Причем с использованием мэппинга. То есть вся эта компьютерная графика, которая есть в клипе, она присутствовала во время съемок. То есть она не сделана после. То есть я уже находился в пространстве, и в этом было много проекторов супермощных. Вот поэтому этим клип еще и уникален тем, что он снят фактически одним планом полностью весь клип. Плюс с использованием такой вот 3D-мэппинга. Сергей, мы с вами поговорили о серьезном. Давайте перейдем к нашему Блицу. Готовы ли вы к Блицу? Пожалуйста. Я буду задавать быстрые вопросы, нужно очень коротко на них отвечать. Поехали. Фастфуд или домашняя кухня? Домашняя кухня. Поп или рок? Поп-рок. Кино или театр? Театр. Пассивный отдых или активный? Пассивный. Николай Басков или Филипп Киркоров? Некорректный вопрос. Танцевать или петь? Петь. Спать или бодрствовать? Ну, сейчас бы я поспал, но вообще бодрствовать. Чай или кофе? Кофе. Великолучане или великяне? Тоже некорректный вопрос? Нет, ну, может быть, корректный, но я бы не знаю, вы меня научите, как правильно говорить. Великолучане? Великолучане. Кэжуал или классика? Кэжуал. И последний вопрос. The best или the best? The best. The best. Будем правильное произношение все-таки делать. Хорошо, следующий вопрос. Мне кажется, по рейтингам программы Вечерний Ургант вы один из самых топовых и классных гостей, которые приходили, и вообще все очень любят, когда вы приходите. Я тоже люблю. Рубрика? Да, рубрика «Высокая талия». Ну, этот такой тоже смешной мини-сериал мы сделали вместе с Ваней Ургантом, и с Сашей Гудковым, и с Хрусталевым. По-моему, веселый получился такой мини-сериал «Клуб любителей высокой талии». Кто не видел, посмотрите. Набрало много-много просмотров. По хэштегу «Высокая талия» тоже можно найти много наших почитателей и последователей. Ну, высмеивается в какой-то степени, но многие на полный серьез воспринимают. Сергей, но вы же часто бываете в разных странах и появляетесь, выходите в народ. Бывают ли такие случаи, когда вас с кем-то путают, либо с какой-то другой звездой, другим артистом? Ну, разное бывает, конечно, бывает. Кто-то путает фамилию, кто-то, не знаю. Однажды, когда я был в Лондоне на премьере «Хроник Нарни», я просто исполнял в России саундтрек для «Хроник Нарни» для третьей части, и меня пригласили на премьеру официальную в Лондон, и я когда шел по красной дорожке, потом мои фотографии появились с другим именем и фамилией, просто перепутали меня с голливудской звездой какой-то. Подписали меня, я уж не помню, кто это, ну, в общем, ошибочная была фамилия. Вот, так что, видимо, я кому-то напомнил какую-то голливудскую звезду. Если затрагивать тему спектаклей, вы же, наверное, успеваете где-то играть или только концерты сейчас? Нет, я играю в театре каждый месяц, в театре мне Пушкина у меня. Идут спектакли «Женебе Фигаро» и «Таланты поклонники». Два спектакля. Каждый месяц по нескольку спектаклей играю. Сколько лет это уже продолжается? Вообще в театре я играю уже 15 лет. «Фигаро» спектаклю три года, «Талантам» пять лет. До этого играл другие спектакли, просто завершились. Недавно мы, в прошлом сезоне, мы закрыли спектакль «Должи Тенера», который шел 12 лет. Сергей, мы снова закрываем волну серьезных вопросов. Готовы ли вы поиграть со мной в игру, которая называется «Тру» или «Хрю»? Ну, давайте попробуем. Судя по всему, вы знаете правила этой игры. Без понятия, но вы мне объясните сейчас. Я буду сейчас в психотворной форме говорить про вас, а вы будете говорить, где правда, а где ложь. Хорошо, вы готовы? Давайте. Поехали. Семь цифр Сергей никогда не набирает. Он занес их телефон еще в месяце мая. Но это не важно, ведь Сергей Лаки Стрэнджи от этого хита кричат все тинейджеры. Где ложь, а где правда? По-моему, везде все правда. Семь цифр не набирайте. Нет, у меня набирает все мой телефон автоматически. И следующий стихотворный заход. «You are the only one» трек несомненно крутой, несмотря на то, что там посыл простой. И даже «Зеркало» у Сергея очень часто говорит «Я номер один, я твой лезер бой». Ну, я с «Зеркалом», в общем-то, не разговариваю. Но тоже практически все правда. Все true. Я так и знал. Сергей согласен. И два true у нас прозвучали именно в этой игре. И финальный вопрос. Какие-нибудь пожелания великолучанам, великим лукам? Что-нибудь хорошее? Друзья, хочу сказать огромное спасибо за вчерашний концерт, за то, что так встретили меня. До встречи в будущем году. Мы приедем с новой программой, с новым шоу. N-Tour стартует уже в апреле месяце в Москве. И мы обязательно в 2018 году вновь приедем. Так что ждите нас. Ждем опять полный зал. Это «Великие Луки» онлайн на Европе+. «Великие Луки». Меня зовут Антон Гив. У нас в гостях неподражаемый Сергей Лазарев. Сергей, попрощайтесь, пожалуйста. Всего доброго, всего хорошего и до новых встреч. Будем рады видеть вас еще раз. Пока-пока.